30 команд сразились за победу. В Саратове впервые состоялась парусная регата на Кубок главы города. Эта гонка – первый этап всероссийских соревнований Кубок Нижней Волги 2014. Чьи яхты пришли к финишу первыми, расскажет наш корреспондент. На исходной точке сначала малогабаритные яхты. Крупногабаритные стартуют через 5 минут. В общей сложности в гонке участвуют около 30 команд. От затона до увека, преодолевая встречный ветер, проплывают свыше 30 километров. Опытные спортсмены борются за победу. При этом для юных яхтсменов, которые пока только наблюдают за их гонкой, они уже настоящие герои. Те дети, которые увидят эти соревнования с яхт-клуба или, может быть, с города, я думаю, их этого одушевит и заинтересует. В Саратове сейчас активно развивается спорт. И, так скажем, благодаря принципиальной позиции Олега Васильевича Грищенко, мэра нашего города, саратские спортсмены, как взрослые, так и дети, могут в полной мере использовать территорию Зеленого острова. В Кубке Нижней Волги участвуют не все яхты. 18 команд из нескольких регионов России соревнуются в четырех категориях. Весь день на воде и уже вечером награждают победителей. Сейчас мы будем честовать экипажи-победителей. Но лично я уверен в том, что сегодня нет побежденных. Сегодня выиграли все. Позвольте мне от имени главы муниципального образования города Саратова Олега Васильевича Грищенко поздравить всех участников. В первой и третьей зачетной группе побеждают саратовские команды. Второе место у яхтсменов из Камышина. Это первый этап Кубка Нижней Волги. Спортсменам еще предстоит не раз поворотся за победу. Финал регаты пройдет в Волгоградской области 16 августа.